Друзья, мы сегодня на террасе с Ростиком. Кушаем, выпиваем. Видели Сергея Притулу. Короче, отдыхаем. У нас сегодня клёвый вечер. Сегодня мы узнаем у Ростика несколько интересных ответов, которые, я думаю, вам будут интересны. Мне тоже, я сам не знаю, как он ответит. Вопросы для него будут не подготовлены. Он обо них не знал. Я сейчас их буду придумывать прям по пути. И давайте начнём. Ростислав, расскажи нам, кто ты. Я, знаешь, можно говорить сейчас человек, туда-сюда. Я скажу просто профессию, которую себе выбрал. Я блогер. То есть я блогер, видеоблогер, также тренер, спикер. Ну, то есть это можно всё объединить, но я бы хотел разделить. Вот. Вот кто я, Ян. Хорошо. Достаточно. Отлично. Ростислав блогер. Далее. Нас интересует, наших подписчиков, меня тоже интересует, как ты понимаешь слово блогер? Для тебя блогер это тот человек, который делится новостями своими или это тот человек, который открывает что-то новое для себя и делится с этим людьми. То есть ты просто уже рассказываешь о ком-то или ты только о себе рассказываешь? Знаешь, есть такой момент, что блогер можно поделить как бы на несколько таких направлений блогерства, да? Одно то, что я выбрал для себя, что мне интересно, я делюсь тем контентом, который был проработан практически мною, знаешь? Вот такой момент. Практическая какая-то фактическая информация, которую я даю своим подписчикам, даю людям, которые хотят сделать шаг в ту же сторону, в которую иду я. То есть я делюсь тем, что рассказываю иногда свои истории, свою жизнь, делюсь как бы такими новостями, как ты говоришь, а иногда даю просто ценный контент, который люди могут впитывать, понимаешь? Ну, то есть здесь момент такой, что это поможет им сделать намного меньше ошибок. Вот когда я делал, да, я делал ошибки, я думал, что это будет проще, когда я сам все сделаю сам, знаешь? Я так не брал как бы возможности таких там спросить кого-то, еще какие-то там дополнительные функции, тренинг не покупал в этот момент, делал все сам. Мне было много ошибок, которые забирали не только деньги, а забирали еще и время, и потом, ну, и нервы, конечно, забирали, Ян. Ну, ты же меня знаешь. Ну, я тебя знаю, хорошо, да. Получается, смотрите, Ростислав это тот человек, который пропускает через себя информацию и выдает вам уже свое видение, свое мнение. Поэтому я это очень поддерживаю, мне это очень нравится, он не просто там кого-то копирует, какие-то новостные сайты, или там про кого-то, он говорит от себя свое мнение, говорит свой опыт, правильно? Опыт, он самый бесценный. Опыт никогда не купишь, друзья, это то, что не продается, это можно только прожить самому. И давайте зададим последний вопрос, который меня интересует сегодня. Ростислав, ты считаешь, что тебе еще есть чем учиться, или ты уже можешь учить других? Ян, скажу тебе, что я постоянно учусь, и перейти в барьер, давать какую-то ценную информацию, мне было сначала сложно. По тому опыту, который я нас собирал, то есть делиться ним, я сначала думал, что, ну, кому это нужно, кому интересно, да. Но все, как правило, показывает сама Вселенная нам. Начали приходить сообщения, там, от друзей, от людей, которые в соцсетях со мной дружат. Приходили сообщения, как это, помоги, вот как ты это сделал, как это. То есть вот эту всю информацию я накапливал и превращал в курсы. Но, конечно, понимаешь, есть всегда чему учиться, то есть мир, он безграничный. То есть мы вот с тобой, мы всегда с тобой разговариваем, и мы четко понимаем, что мы живем на планете Земля. Да, вот спроси человека, где он живет? Где он живет? Где он живет? Знаешь, что отвечает большинство? Локально. Они говорят город, они говорят страна, да, село. По максимуму они говорят, там, Европа, например, Америка, ну, то есть они концентрируются локально. То есть если брать мышление, можно спросить, ты где живешь, то есть, он говорит, на Земле. Представляешь себе, какой масштаб сразу человека в голове. То есть твоя территория, это весь глобус получается? Да, представь себе, что всю информацию впитать, все знать, это просто невозможно, потому что сейчас уже, я не знаю, наверное, он проходит этот век информации, но постоянно, постоянно, постоянно идет что-то новое. И не учиться, это включить режим деградации. А деградация, это, сам понимаешь, не самое лучшее чувство, которое испытывает человек. Поэтому, конечно, да, постоянно нужно обучаться новому. И я этому обучаюсь, и тебя много взял, потому что Ян – это ютубер, и он сейчас дает эти вопросы профессиональные ютуберские, понимаете? Вот для простого блогера Ростика профессиональные ютуберские вопросы. Еще и на русском, я плохо общаюсь, кстати, на русском, извините за ошибки, которые я буду в этом видео вам демонстрировать так публично. Мы тебя прощаем, мы знаем, что надо всех прощать. Друзья, это был Ростислав, это были три козырных вопроса, на которые он сегодня так просто, легко ответил. И главное, искренне обратите внимание, что мы не готовились. Я специально ему не говорил, о чем спрашивать, он не знал это тоже. Поэтому он это делал искренне, чистого сердца. Вам желаю приятного вечера или дня, что у вас там по ту сторону экрана. Ростику желаю приятного аппетита, мне желаю приятного аппетита. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok